Привет, дружочки-пирожочки! Ну что, окунёмся в мир Among Us. У нас продолжение, вторая часть распаковки. В первой части я вам показывал Among Us фигурки с, в общем, различными функциями. Ну, давайте мы сейчас здесь и увидим. Это вторая часть, продолжение. Ещё шесть фигурок, посмотрим, и посмотрим уже на всю коллекцию целиком. Заказал на зоне, там где у меня всякие есть и промокоды, и скидки акций, и так далее. Смотрите, в описании вся информация есть. Так как я менеджер о зоне, есть всякие у меня плюшки, фишки, которые я могу с вами поделиться. Под этим роликом пользуйтесь. Ну, а мы пользуемся тем, что в этом ролике мы проверяем качество игрушек, хорошие они или плохие, и сейчас и узнаем. Так, собственно, пакет был надрезан. Ну, давайте доставать по интересу из этого пакета. Так, достаем вот этого чувака, который на нас смотрел предыдущий ролик. И я, к сожалению, не достал. Новая фигурка. То есть фигурка-то, конечно, не новая, просто цвет новый. Но, как всегда, это фигурки, вся эта серия, это фигурки с шапочками без одного. Только у одного нет шапочки, у всех остальных она есть. Здесь у нас какой-то, то ли это поварской колпак, то ли это какая-то непонятная шапка. Вот такая, не знаю, что это из себя представляет. Я думаю, вы лучше знаете. Может, просто непокрашенный какой-то бургер должен был быть, но выглядит странно. Чайный гриб напоминает. Или безешку какую-то. Вот. Типа того. Похожа фигурка, как мы с вами выяснили, на фигурки, которые были в кейсах. Но они другие. Во-первых, они меньше воняют. Во-вторых, они чуть получше сделаны. Хотя, глядя на это, вы так и не скажешь. Хотя, вот так. В-третьих, у них есть возможность повернуть немножечко торса. На самом деле, нет. Это ещё одна функция открывается у них, которую вы, может быть, не знали, не смотрели предыдущий ролик. А можете посмотреть его. Вот, открываем. И у нас тут кость. Ещё кость можно приподнять и под неё что-нибудь положить. Записочку, Валентинку, например. Можно и отдать кому-нибудь. Вот неожиданное место для Валентинки. Вот это да. Так. Валентинка сюда идёт. Это мы сюда устанавливаем. Причём, это так и задумано, да? И когда я показывал вот таких вот чуваков, которые были в коробочках, вроде у них была полоса, но они не разбирались. Они не открывались. Здесь просто подумали, что почему бы нет, мы всё равно их склеиваем. Давайте сделаем полым и внутри добавим кость. Это уже классно. И шапочки, и кости добавили, и это хорошо. Дур-дур-дур. Так, отставляем в сторону. Помним, что половины этих... Сейчас проверим, есть ли та же болячка, как и у предыдущих. О, наконец-то зелёный. Зелёного не было. Я всё ждал, что предыдущий появился зелёный. Не знаю, почему. Ждал. Но зелёного не было. А в этот раз появился зелёный. Да. Жаль, что здесь нет импостеров. Но это я просто так, поскольку показываю, может быть, вам будет интересно посмотреть на этот контент. Потому что, например, куча других роликов, но хорошие, интересные игрушки тоже выходят на канале. Но я же вас знаю. Я же вас знаю. Вы любите определённые вещи. И шутка. Вот. Ну, в общем, да, действительно, многие любят имангас. Вот такая вот шапочка. Требуется, видите, доработка ножом, проковырять что-то и так далее. Но при этом что имеем? Игрушки, фигурки. Тысяча восемьсот девяносто рублей. По сто пятьдесят рублей примерно стоили эти, каждая фигурка. Но они продавались только комплектом. Если по отдельности, то можно было бы взять парочку. И в целом, слушайте, у этих лучше ситуация. И в целом, хочется на этом остановиться. Так, достаем следующую нашу. Ага. И смотрим, что у него за шапо. За шапо. За шапин. За шапин. Так. Это вот какая-то непонятная такая вот шапка с ушками. Открываем. Здесь вот это. Ставим. Эти пока стоят, кстати. Так. Ещё осталось три. И синий был уже в предыдущем. Но у всех, у всех, у всех разные шапки. Разные. Ну, у одного помним нет. Это я даже не знаю, что это такое. А, это прическа. Класс. Сюда даже добавили прическу. Да что ж такое. Всем придётся. Ножу сегодня, видимо, хана будет. Потому что... Надеюсь, что нет. Надеюсь, что всё-таки нет. Но заодно проверим. Так. О, всё-таки запах. Чувствуется. Чувствуется. Есть. Меня извините за кашляцию. Из-за того, что не буду вылететь. Потому что... Ну, вот вы понимаете, что это всё так довольно токсично. Ну, то есть, как бы... Ну, вряд ли дешёвые поддельные Китай-подвал продакшн штуковины будут делать с каким-то соблюдением норм качества. То есть, качественных материалов, чтобы там не выделяло ничего. Потому что оно воняет, пованивает. И вот даже першение в горле такое какое-то присутствует. Небольшое после взаимодействия с ними. Так. Открываем. Здесь тоже присутствует кость. Вот. Можно по этому сценку какую-нибудь изобразить. Видите, они такие, типа... У-у-у! И этот такой... Кстати, кстати, можно кастомизировать. У нас эта штуковина полая, резина внутри. Я вот подумал, держу в руках нож. И можно в целом вырезать ему здесь рот злобный. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Зубы. И это будет импостер. Будет тогда бегать за ними. То есть, можно, мне кажется, кастомизировать как-то так. Не знаю. Стоит ли это сейчас сделать или не стоит. Ну, давайте пожертвуем одним. Пожертвуем. Пусть будет розовый, который без шапки. Как раз. Он будет импостер. Соответственно, просто проверю, прорежется или нет. Сейчас. Главное себе ничего не прорезать. Так. Ну, нет. Надо, конечно, инструментами нормальными. Потому что прорезаться-то прорезается. Но очень толстый материал все равно. Так что. Можно, но только сложно. И непонятно зачем. Будет, конечно, выглядеть колхозно-халтурно. Но можно сделать. Сейчас смотрите, что делаю. Да, чтобы вы понимали. Я ему пытаюсь пасть такую сделать. То есть, чисто теоретически проверить. Главное, чтобы у меня нож сейчас не соскочил. Ну, как бы, эти игрушки, это не коллекционные, это не фирменные. Поэтому их не жалко с ними экспериментировать и всякое такое вытворять. Как бы, можно что-то доделать, додумать. Какую-то свою версию сделать. Ну, понятно, что это не так, как я сейчас сделал, а как-то сделать по-нормальному. Но, в целом, как идею, то есть, я вам подаю просто как идею такую, что можно, допустим, сделать странного эмангасика. Так, и давайте, ну, тут надо как бы вырезать вторую часть, но давайте просто сейчас вот как-то так достанем клык. Потому что скучные, скучные, конечно, шапочки есть, но, вот видите, не надо делать так, как я. Сделайте, пусть вам попросит, попросите лучше у родителей, у кого-нибудь, если дети смотрят. Потому что я, конечно, могу без рук остаться теперь с такой, с таким подходом к производству. Вот, сейчас зубы вырежу. Ну, хотя бы будет что-то поинтересней, полюбопытней. Называется, у Сафронова появился нож. Всё. Во-первых, я им порезался уже. Во-вторых, это лучше делать не им, а какими-то другими приспособлениями. И вообще, лучше слепить. Если уж есть, руки растут из какого-то нужного места, то проще всего слепить фигурки. Ну, не проще всего, но просто как бы лучше всего, наверное, слепить. И всё у вас будет и с зубами, и с костями, и со всем. Здесь, конечно, будет халтура жуткая. Так, достаю. Вот этот у меня зуб не достаётся. Хочется у него достать, чтобы было хоть как-то... Ну, нет, короче, здесь всё плохо. Здесь всё плохо. Очень толстая резина, но в теории можно. В теории-то можно. В теории-то можно. А на практике нельзя. Г-г-г-г. Каламбурчик. Так. Хочу достать ещё один вот этот последний зуб и успокоиться на этом. Так, сыну не показывать. Главное, что я это сделал, а то он скажет, зачем испортил игрушку. Ну, я согласен. Ну, в общем, да. Типа, можно прорезать, и тогда у вас будет хвост как-то поработать дольше, чем минутку над этим всем. Так. Тем временем, у нас ещё не все закончились. Давайте дойдём до конца. Посмотрим на вот этого. На его шляпу. Какая-то яичница же должна быть, да? Ну, не покрашенная, это не яичница, просто типа какой-то десёлочный. Рыжий. То есть, это оранжевый, а этот прям рыжий такой. Или непонятно на что-то. Может, должна была быть... Какая-то должна быть какая-то сладость, типа. Так, и последняя фигурка. Но, конечно, дорого, да? За такой комплект я тут ничего не могу сказать. Да, у них открываются эти штуки, но качество пласть... Вот вы увидите сейчас, смотрите. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Печаль, беда. Одно расстройство. Вот. Хоба ставим яблочко на голову. Вот такая вот. Значит, напоминаю, что они выглядели... Вот я покажу остальных так. Вскользь, посмотрите, предыдущий ролик. Посмотрите, вот такой вот набор. Нашел на озоне. Очередной раз он не очень-то и прошел свою проверку. Но... Как бы... Ну, как бы да. Ну, как бы да. Ладно, друзья мои. Надеюсь, вам понравился ролик. Праймэнгаз просили, выложил. Вот, пожалуйста. Всем пока-пока. Хороших игрушек, всяких приколюшек. Подписывайтесь на канал. Нажмите колокольчик. Будем смотреть еще разные игрушки. Не забывайте, что выходят на все возможные. Не только про Эмэнгаз. Не только про какие-то игрушки, которые вам кажется, что на них основном. Нет, про все возможные. Просто вот пока сейчас Эмэнгаз. Много их. И на них есть запрос. Спрос иногда смотрят. И много еще и подделывают. Поэтому стоит проверять. Вот, чем я и занимаюсь все эти годы. Пока-пока.